Евгений, давненько не было роликов, но думаю мы исправим данную ситуацию. Меня немного затянуло в пвп режим и пришлось изрядно попотеть, чтобы взять топ 1 в соло и скваде, но чтобы этого добиться пришлось долго стараться. Я пытался смотреть гайды, но они очень унылые и нету того, что действительно нужно, чтобы побеждать на консоль. Так что возможно кому-то это поможет на начальном этапе. Итак, поехали. И сразу небольшое отступление. Я играю исключительно на PS4 на геймпаде. Наверное каждый, кто решается начать играть в батл рояль мечтает занять первое место в одиночном режиме, но таких желающих обычно больше чем один. А сам процесс достижения цели довольно сложен в плане изучения карты, механики игры, а также той платформы на которой вы играете. Так что сегодня речь пойдет о том, как играя на консоли приблизить тот момент, когда можно будет занять топ 1 в одиночном режиме. Технический вопрос. Если начать говорить о гайдах, то их довольно много, но в 99% это пустой контент, то есть там мало информации и особый упор на то, что ваш телевизор хуже монитора. Конечно такие сказки надо придумывать исключительно смотревшись рекламы про 140 герц и 350 фпс. Но если откинуть технологическую сторону, то раньше при задержке в 150-200 мс можно было прекрасно играть и также навешивать хедшоты, но в данной игре пинг довольно условен. К примеру на Европе пинг 49, но вы отлично чувствуете задержку, а на Северной Америке 170 и у чуда никаких проблем нет. Конечно это не отрицает того, что в нынешнее время нужен мощный компьютер или консоль. Итог. Если вы играете не на ламповом телевизоре, а на современном широкоформатном, то у вас все отлично. Вопрос управления на геймпаде. Во всем многообразии гайдов мало кто говорит о дополнительной настройке геймпада. Да, да, она есть, причем довольно глубокая. Пусть поначалу это будет пугать, но подогнав под себя чувствительность, мертвые зоны, ускорение и обзор, вы уже на 50% заложите тот путь успеха, на который встаете. Ведь порой надо почти моментально развернуться, а это может стоить вам заветного места. Итог. Помните, что враг всегда играет на мышке и клавиатуре. Ему не надо нажимать несколько раз стик, он моментально может развернуться и отстроиться быстрее, чем вы. Да, есть про игроки, но речь идет о том, как начать свой путь в этом направлении. Высадка и понимание карты. Итак, с управлением разобрались. Время высадки и изучение карты. Сундуки и верстаки стоят в одних и тех же местах, придется это запомнить. Также для себя надо определиться с зонами, наиболее комфортными для высадки. Не стоит прыгать в гущу событий. Да, иногда можно, но только если вы знаете, что делаете и куда приземляетесь, а также если имеете запасной вариант. Конечно, я бы посоветовал наиболее глухие участки, где максимум может быть 1-2 человека помимо вас. А если уж кто-то приземлится с вами, не бойтесь бить его киркой. Часто люди просто не успевают сообразить, что делать и в панике бегут за оружием. Немаловажное занятие это добыча ресурсов для финальной битвы. Их много не бывает. По сути, обыскивайте ящики с патронами. Часто их просто не замечают, а они почти всегда стоят на тех же полках под лестницами, на столиках между шкафами. А также всегда думайте, как вы побежите до зоны, если вдруг она будет далеко. Не тяните с этим делом. Часто наблюдал, как люди затягивали и умирали целыми группами. И транспорт не всегда выход, так как он привлекает сильное внимание к вашей персоне. Старайтесь всегда занимать высоту. Но если это не всегда выгодно, бывает так, что сразу выдать себе не хочется. Можно переждать в кустах или же закрыться в комнате в домах. Эффект неожиданности от выстрела в упор из дробовика не оставит противника равнодушным. Выбор оружия. Тут, конечно, все банально и зависит от того, что имеется. Но часто имеется все, но вот качество оставляет желать лучшего. Если есть возможность, всегда улучшайте оружие. От зеленого можно спокойно проградить до синего. И получается у нас, что от серого до зеленого всего 10 единиц ресурса. Это будет уже супер. 150 до синего и 250 до фиолетового. Поэтому это довольно все просто крафтится. Легендарное можно, конечно, попытаться сделать, но если это получится, Главное запомнить, что кто умеет целиться, тот убьет вас и из серого оружия. Прицел и механика стрельбы. Без кучи часов тренировок и хорошего тайминга в этой игре делать нечего. Тут можно провести аналогию с ракетницей с Unreal Tournament. Там у парней с этим проблем не было. Выждать время, посчитать в главе расстояние и время полета и готово. Тут аналогично. Итак, первое. Не спешите стрелять. Это касается дробовика. Старайтесь стрелять, когда противник приземляется. Да, это риск, но меньше, чем вы промажете. А вот вас попадут. И не забывайте про автонаведение, которое работает, когда вы плавно перемещаете стик во время прицеливания на цель. Второе. Старайтесь не использовать снайперской винтовки. Тут не контрстрайк и пули летят довольно долго с физикой затухания, а противники обычно редко стоят на местах. Так что, если вы понимаете, что можете или просто пока нету чего-то лучше, то используйте. Третье. Научитесь переключать оружие, если магазин заканчивается. Это как в Call of Duty. Всегда быстрее вытащить пистолет, чем перезарядить. Так и тут. Проще переключиться и продолжить стрельбу, чем пытаться заряжаться под огнем. Четвертое. Когда ломаете предметы, появляются круги. Пытайтесь по ним попадать. Это некая игра и хороший навык прицеливания. Пятое и последнее. Если игра захочет, чтобы вы не попали, вы не попадете. Это когда вы в упор с дробовика не попадаете, а игрок убивает вас при полной броне с одного раза. Потому что какая-то частичка задела ваш мизинец на правой ноге и случился хэдшот. Строительство. По этой теме есть множество гайдов. Хоть в этом плане есть чему получиться в профи игроков. Причем даже с анимацией, джойстика и последовательными движениями для разных фигур. Которые бывают как оборонительные, так и наступательные. Но все равно не стоит забывать, что быстро строить сложные вещи не получится, так же как на ПК. Подводя итог. Можно сказать, что чтобы взять топ-1, нужно немного понять как работает механик. Правильно спланировать перемещение, подобрать хорошее оружие, а самое главное понапросто не рисковать. И почаще оборачиваться. А в финальной зарубе старайтесь повыше отстраиваться. Не забывайте, что фундамент постройки можно сломать и вы просто разобьетесь. Конечно можно много чего еще привести в пример, но это наверное основа из того, что надо сделать. Спасибо за просмотр данного ролика. С вами был Евгений. Всем ламы с добром и удачи в битве. Также благодарю Леона и канал GeekGo за то, что эти ролики выходят.